Ну чего вы его всё время лупите? Чего? Мы здесь играем в любовь, а не в войну. Make love not war. А вы, девочка, играете его жену. Так я жена ему, Адар Кувшинович. Да где ж ты видела любовь с женой? В моём театре этих измочений будет. Не жмите. Ты у Литюка Садомея увидела, вот то же самое будет здесь. Здесь только для детей. Малыш превращается в юношу хрупкого, нежного. И тут начинается танец семи покрывал. Эй, покрывал, раздеваются? Давно разделись, уже замёрзли. Хорошо, тогда гоним последний раз. А тебя, париман, если я ещё раз увижу в этих штанах с профиллером, я обещаю тебе, ты до конца дней будешь у меня играть в холстомеров. В уголке Дурова. Ты пойми, конь винтовой, это вчерашний день. Забудь его, как страшный сон. Да я вчерашний день и не помню. Вот молодец, молодец. Ты можешь всем показать, что ты настоящий мужик. Выйти, как положено, в колготках. Так, париман, есть такой? Телефону. Он занят. Пусть потом перезвонят. Я вам что, телефонистка туда-сюда бегать? Гениально. На крышу выходит солдат с длинным-длинным кабелем. Париман, свободен бездарность до конца сезона. Как же я сразу не допёр. Калсен будет телефонисткой. Я пожарный. Ты пожарный. Значит так. Идёшь, надеваешь колготки, кабель в зубы и на сцену. Даю две секунды. Могитхан, дадись прочь. Алло, Карсон. Париман слушает. Танюха? Ты что ли? Привет. Чё, чё? Приглашаешь? Пошалить? С удовольствием. А Серёга уехал, да? А, не с тобой пошали? В качестве кого? Карсена? Ну, жаль. Не, ты знаешь, я искусство по мелочам не размениваю. Да, не тот масштаб. На меня тысячи людей ежедневно ходят. Ага. Не могу я перед каждым дебилом выступать отдельно. Что? Двести рублей? Да. Ну, да, ну шо ж, можно и Карсена, а чё? Да не вопрос. А договорились, а чё? Ну, жди. Буду как штык. В смысле, как Карсон, да. Ну, всё, пока. Целую. Денёк сегодня. О! Ну, вот он прилетит к Андрюшеньке, да и заменит его собаку. Как это? Ну, как? Ну, будет мусорить везде, хулиганить, чё-нибудь сломает там, разобьёт там. Ага. Потом всю водку выпьет из холодильника и переспит кое с кем. Да, Татьяна? Серёж, ты знаешь, ты иногда дикий прям какой-то становишься, как из тундры уже. Конечно, конечно, я дикий, просто дикий-придикий. А он зато хороший, положительный, из мускомедии. Тань, да я видал, как они в этой мускомедии. Без женщин жить нельзя, на свете нет. И ты знаешь, веришь им, вот честное слово, веришь, что им нельзя без них. Потому что выходят такие булгаи, им бы шахту, понимаешь, а не скачут в обтягивающем трико. Такие свистульки у них отпопыриваются. Всё, слон со своим хоботом просто курит в затяжку. Хотя, может, они, конечно, туда вату подкладывают. Да нет, ну видно же, настоящие там. Серёжка. Сергей! А, что? Я говорю, что он, ну, будет ему как будто бы вместо собаки. А Дрюшенька будет всё это за ним убирать. Так. Поймёт, как трудно, когда в доме большое животное и откажется от собаки. Понимаешь ты? Ловко придумано. Ну? Как сказал бы Казанова, глядя на Колобка. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ладно, звони своему париману. А я уже позвонила. Без тебя ещё. Ну так вот знай. Я эту летучую обезьяну в своём доме на ночь не оставлю. Вот так. Там это, летающие обезьяны плохо. А кому-кому, прости? Ну, бабушки, ты её только что летающей обезьяной назвал. Она больше, Данила. Дядрюша, так ты ей что, ничего не сказал, что ли? Ну, когда Данила, я её спрашиваю, супит. Что-то мышами не пахнет. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. У них, у хомяков с мышами запах похожий. Хе-хе-хе. Значит, про болтался всё-таки, да? Про хомяка. Нет. Сначала она борщ доела. Так. А потом я её спрашиваю. Угадай, кто в супе плавал похожий на... А она? А она, говорю? Она не угадала. Она сразу брыг и в обморок. Хе-хе-хе-хе. Ну, что насчёт собаки надумал? Я и конуру сделаю. А из чего, сынок? Понимаешь? Антикварных часов-то больше в доме нету. А можно из этого... Подожди, подожди. Сейчас я сам догадаюсь, из чего. А, может быть, из моего москвича? Угу. Хорошо. Вот угадай. В какой руке ключи? Ну, так просто. Ты перепутай посильнее. Пожалуйста. Ну? Погадай. Правильно. Вот тебе к москвича, а вот тебе к гаража, чтоб теплее было. Хватит. Ты уже, вон, сделал для своего хомячка домик из нового телевизора. Ничего я не делал. Он сам туда забрался. Объясни мне, пожалуйста, юный натуралист. Как бы он туда сам залез, мертвый? Он не мертвый. Он просто мало двигается. Это порода такая. Знакомая порода. Мало двигается и плохо пахнет. Очень на тебя, кстати, порода похожая. Ты когда последний раз мылся, хомяк толстой щеки. Полностью? Нет, блин, только хвост. Хвост? Ну, хомяков, нет хвостов. Да? А что же тогда у твоего из задницы торчит? Может, это Бигфордов шнур? Нет, мама. Так. Это ему веревочку спускал в телевизор, чтоб он оттуда выбрался. Я ему ее туда спустил, а он... А он на ней повесился. Нет. Он ее съел. Она салом пахла. Твоим, что ли, салом? Почему твоим? Свинячим. Ну, я и говорю, твоим, что ли? Нет. Общим. И с холодильником. Общим, говоришь, да? А что же, если он общий, ты один его стрескал тогда? Только одна веревочка осталась. М? Ну что, поздравляю вас. Померла. Типункинный язык, Сережа. В обморок упал человек, ударилась, между прочим, головой. Теперь глазом дергает. Все. Тань, что, прям сейчас, что ли? Что, прям сейчас? Ну, это. Господи, Сережа, ну ты что, в самом деле? Ну, действительно, с утра до вечера у него одно и то же одно на уме. Я тебе показываю, как она глазом дергает. Тань, ну, знаешь, ты как-то очень откровенно показываешь. Так у нас все-таки здесь, это, дети. Пап, а что у тебя на уме с утра одно и то же? Секс, да, пап? Ну, ну, почему только одно, это... Угадал? Угадал, пап? Андрюшенька, ну просто папа хотел сказать, что... Угадал. А ну-ка, знаешь, давай-ка, иди отсюда, телепато-бегемото. Действительно, Андрюшенька, иди, делай уроки, ага. Да. Это не каждый раз, когда они меня из комнаты за этим выгоняют, я бы делал уроки, я бы уже профессором стал. Так, знаешь что, мое терпение лопнуло, сейчас вот... Пап, не привык, ты сам говорил, при детях нельзя. Вот отсюда! Серёжа. Вот ведь не терпёшь! А ты знаешь, Серёжа тоже хороший. Он, между прочим, уже всё понимает. Вот.